Здравствуйте! В эфире специальный выпуск программы «Республика» о главных новостях прямо сейчас. На 17 апреля в Чувашии 138 случаев заражения коронавирусом. Два пациента выздоровели, один умер. Полчаса назад в Доме правительства республики завершилось заседание оперативного штаба по распространению вируса в регионе. Там обсудили работу церквей на Пасху в закрытом режиме введения электронных пропусков для пассажирских перевозок. В тестовом режиме система будет работать в выходные, со вторника планируют запустить в полном объеме. Регистрация будет на портале пропуск.кап.ру. Подробности в вечерних выпусках новостей. Даже в условиях непростой экономической ситуации вкладчики Чуваш Кредит Промбанка должны получить полагающиеся выплаты. Сегодня ход конкурсного производства временно исполняющий обязанности главы республики Олег Николаев обсудил с руководством агентства по страхованию вкладов. В агентстве по страхованию вкладов свои обязательства выполняют. Все пострадавшие клиенты Чуваш Кредит Промбанка уже получили до 1 миллиона 400 тысяч. Сейчас это максимальная сумма, положенная по закону. Процедура конкурсного производства находится на личном контроле в Рио главы региона. В конце марта Олег Николаев встречался с руководителями госкорпорации «Очно» в Москве. Есть часть тех вкладчиков, которые все-таки оказались вкладчиками, у которых выше, чем 1 миллион 400. И вот как раз ровно в интересах их тоже сегодня был разговор. К сожалению, ход конкурсного производства, скорее всего, будет продлеваться. Так же, как эта встреча в связи с этой нестабильной и непростой обстановкой в стране и в мире. Предварительная дата собрания кредиторов банка перенесена на середину июня. Чтобы погасить оставшиеся долги перед вкладчиками, необходимо реализовать имущество. Самая главная цель нашей сегодняшней встречи, конечно же, была наладить, прежде всего, взаимодействие. Взаимодействие органов государственной власти и конкурсного управляющего с тем, чтобы ускорить процессы конкурсного производства. Очевидно, это имущество, возможно, будет интересно и для предпринимателей Чувашии, для ведения их деятельности. Ну и это вот одна сторона. С другой стороны, конечно же, быстрая реализация этого имущества позволит быстрее погасить требования кредиторов. Обязательства банка перед вкладчиками сейчас почти 4 миллиарда рублей. Дмитрий Ковалев и Павел Иритков, Республика. В Чувашии продолжает работать республиканский волонтерский центр. Он в рамках проекта «Мы вместе» объединил добровольческие организации для оказания помощи людям в связи с ограничениями из-за COVID-19. АБС «Электро», «Ядрин молоко», комплекс «Новочебоксарский», агрофирма «Альдеевская». Эти предприятия оказывают большую благотворительную помощь в поддержке граждан. А сегодня компания «БС «Электро» закупила тысячу уже освященных куличей. Напомним, церкви должны работать в закрытом режиме. И чтобы православные верующие не остались без атрибутов праздника, предприятие передало куличи волонтерам для доставки на дом. В это время, когда по всей стране и во всем мире бушует пандемия, на первое место выходит социальная ответственность и милосердие, которые могут и должны оказывать и простые люди, и предприятия, и организации, и, безусловно, добровольческие объединения. Тот вектор, который дал исполняющие обязанности главы нашей республики в отношении взаимопомощи и взаимовыручки населения всей Чувашии и Чебоксар, в частности, говорит о том, что и бизнес не должен находиться в стороне. Это главные новости к этому часу. Следующий выпуск программы «Республика» в 18.00. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин